Всем привет! В этом видео научу вас анализировать ЭКГ за 7 минут, поэтому смотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь пожалуйста на канал и поставьте лайк этому видео, это помогает продвижению канала. Итак, поехали! Это ЭКГ молодого человека, 22 лет, никаких жалоб он не предъявляет, и давайте проанализируем его кардиограмму. Начнем мы, как всегда, с определения ритма. Для этого нам нужно найти зубцы П. Смотрим во второе стандартное отведение. Мы видим зубец П, и он здесь положительный. Давайте оценим зубец П в пределах отведения. Мы видим, что в пределах одного отведения зубец П одинаковый. Смотрим в отведении АВР. Здесь зубец П всегда должен быть отрицательный. И мы видим отрицательный зубец П. Это нормальный синусовый ритм. Далее мы должны оценить регулярность ритма. Для этого мы оцениваем интервалы РР. Давайте посчитаем количество больших квадратиков между интервалами РР. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот здесь вот можно считать, что девять больших клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Допускается вариабельность ритма в 0,12 секунд. Это 6 маленьких клеточек. Здесь нормальная вариабельность ритма и ритм регулярный. Далее мы считаем частоту сердечных сокращений и определяем электрическую ось сердца. Для того, чтобы рассчитать частоту, мы 600 делим на количество больших квадратиков, мы делим на 9 и получаем 66 ударов в минуту. Для определения электрической оси сердца мы должны посмотреть в отведение 1 и в отведение АВФ. И там и там мы видим положительный комплекс QRS, из чего делаем вывод, что электрическая ось сердца в норме. После этого мы приступаем к оценке интервалов комплекса QRS, сегмента СТ и зубца Т. Я хочу провести бесплатный марафон по ЭКГ и обсудить актуальные для вас темы. Для этого переходите в мой телеграм-канал, ссылка будет в описании под видео. Там будут все подробности. Начинаем с оценки АВФ проведения. Для этого нам нужно рассчитать длительность интервала ПКУ. Вот он, интервал ПКУ. Здесь 7 маленьких клеточек мы умножаем на 0,02, так как запись пленки здесь 50 мм в секунду. Получаем 0,14 секунд. Также оцениваем интервал ПКУ в пределах отведения. Интервал ПКУ стабильный, нет его постепенного удлинения. Поэтому мы делаем вывод, что признаков АВФ блокады или предвозбуждения нет. На эти темы у меня есть отдельное видео на канале. Рекомендую вам их обязательно посмотреть. Ссылка будет в описании под видео. Затем мы приступаем к оценке комплекса QRS и начинаем с зубца КУ. Можно заметить зубец КУ в отведении 2, в отведении 3, в отведении АВФ, а также в отведении В4, В5 и В6. И, конечно, мы должны проверить наличие критериев патологического зубца КУ. Для этого нам нужно рассчитать длительность и глубину зубца КУ. По своей длительности зубец КУ не превышает одной маленькой клеточки, то есть не превышает 0,02 секунд. И во всех этих отведениях зубец КУ меньше, чем 1,4 зубца Р. Соответственно, это нормальный зубец КУ. И приступаем к оценке зубца Р и зубца С. Мы видим, что зубец Р постепенно от отведения В1 нарастает. А зубец С в передних грудных отведениях максимальный и уменьшается к отведению В5, В6. Но то, что бросается в глаза. Мы видим высокие зубцы Р в отведениях В5, В6 и глубокие зубцы С в отведениях В1, В2. Важно знать, что у молодых здоровых людей могут встречаться такие зубцы. И это не будет являться критерием гипертрофии левого желудочка. Хотя, если бы это был более возрастной пациент и у него был бы анамнез гипертонии, конечно, мы должны были поискать здесь критерий гипертрофии левого желудочка. Длительность комплекса КУ РС не превышает 0,06 секунд, что является нормой. После этого мы приступаем к оценке сегмента СТ. В отведении 1 сегмента СТ на изолинии 2, 3, АВР, АВЛ, АВФ. И давайте посмотрим на сегменты СТ в грудных отведениях. Мы увидим подъем сегмента СТ в передних грудных отведениях. С В1 по В4 на несколько миллиметров. Это может встречаться в норме у молодых людей и называется male pattern. Более подробно про него я рассказываю в своем видео 5 лайфхаков анализа ЭКГ. Обязательно посмотрите. И такой подъем сегмента СТ мы не принимаем за патологический. Он является нормой. Приступаем к оценке зубца Т. В отведениях 1, 2, 3 мы видим положительный зубец Т. В отведении АВР мы видим отрицательный зубец Т. В отведении АВЛ мы видим сглаженный зубец Т. В отведении АВФ мы видим положительный зубец Т. Также мы видим двухфазный зубец Т в отведении В1. И положительный зубец Т в остальных грудных отведениях. Наличие отрицательного зубца Т в отведении АВР является нормой, он здесь и должен быть отрицательный. Так же как в отведениях АВЛ и в отведении В1 может встречаться двухфазный, сглаженный или отрицательный зубец, это тоже является нормой. Данных за нарушение процессов реполяризации у этого молодого человека нет. Если вы постоянно забываете в каком отведении зубец должен быть положительный, а в каком отрицательный в норме, то очень рекомендую приобрести мой чек-лист. Это отличная шпаргалка и помощь в анализе ЭКГ в описании под видео. А мы с вами приступаем к оценке интервала КУТЭ, про него никогда не нужно забывать. Оцениваем мы его обычно в отведениях В5 и В6. Вот интервал КУТЭ. По длительности он 12 маленьких клеточек, мы умножаем на 0,02, получаем 0,38 или 380 миллисекунд. Но важно рассчитать не только длительность КУТЭ по клеточкам, но и посчитать коррегированный КУТЭ по формуле Базета. Эту формулу вы можете найти в интернете в свободном доступе, и для ее расчета нужно знать частоту сердечных сокращений и длительность интервала КУТЭ в миллисекундах. Здесь коррегированный КУТЭ составляет 398 миллисекунд, что является нормой. Я предлагаю вам проверить свои знания и пройти тест ПКГ. Ссылка будет закреплена в комментариях. А какой же вывод мы можем с вами сделать по этой кардиограмме? Это абсолютно нормальная кардиограмма. И знать норму очень важно. Надеюсь, процесс анализа КГ стал для вас более понятным. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч. Пока-пока.